Привет, друг! Это игра Pixar, и в начале вот здесь вот где-то около 24 секунд у меня поломался звук, так что я записываю поверх видео отдельно звук, так что имею это в виду. О чём видео? Да, о том, что я нашёл в подземельях болот данжик, ну и о нём буду рассказывать. Также я искал вход, и давайте поехали. Но в итоге вход оказался в другом месте, он оказался немножко повыше. Давайте сейчас я вам покажу, чтобы вам было тоже интересно. Имеется в виду не то, что интересно, а вы знали, как туда пробраться. Вот так вот запрыгиваем, и вот здесь вот, наверху, есть вот такой вот проходик, и вот тут уже вход в сам данжик. Дилофозавры, которых мы и так зарубим без помощи нашего грифончика. Самое главное, мне интересно, какие награды здесь могут быть, потому что предыдущий данжик меня очень сильно удивил в плане того, какие награды, насколько они крутые. Так, по-моему, там больше ничего нету. Так, нормально. Давайте по верхнему этажу сначала пробежимся, вот здесь ещё куда-то просто. Так, у нас здесь сундучок, отлично. И просто я офигею, железный меч, пожалуйста, данжик с простейшими монстрами и, блин, сразу железный меч. То есть буквально вы можете пешочком спуститься вниз, потому что внутри здесь... Ладно, ладно, не пешочком, на Птере точно можете спокойно спуститься и без проблем пробраться в такие данжики и уже получить вообще на... Ну, сколько понадобится времени для тайминга Птера там, да? Через минут 10, предположим, да? Через минут 10 вы уже... О, я сейчас умру, да? Да, я умру. Через минут 10 вы можете уже получить железный меч, отлично. Я понял, из-за чего я умер, не из-за того, что меня сжрали динозавры или ещё что-то в этом роде. Блин, дурацкая фраза, ещё что-то в этом роде. А из-за того, что здесь почему-то жарко. Вот на этом уровне жарко, вот на этом уровне не жарко. Понимаете, просто такой переход... Такой жарко? Не жарко. Ну, потому что там переходим в пустыню, здесь прям на карте краешек пустыни есть чуть-чуть. И вот в пустыне сейчас жарко, поэтому там и всё херовенько. Так что я дождусь сейчас, наверное, тогда, когда жара спадёт, ветер настанет, и мы уже сможем продолжить. Единственное, я, кстати, заметил проблему грифона, вот сейчас вот быстренько. Потому что, смотрите, мы с него слезаем, и он не всегда вот так вот сбоку выкидывает. Он иногда выкидывает его над седлом, а из-за того, что почему-то по этому динозавру, ну, то есть по грифону нельзя бегать, вот, видите? То есть он не может по нему бегать, как, допустим, по другим динозаврам. Может, из-за того, что он летает, и вот он вот так вот вылезает, понимаете? Это небольшая проблема. Ну, ладно, ждём, когда начнётся другое время суток. Точнее, просто ветер. Да ладно, ребят, пока я здесь стоял, тут появляются всякие скелеты, зомби, смотрите, чего здесь появилось, это нефтяной слезняк. Так, при том, он появился не рядом с нефтью или ещё как-то, он просто рандомно появился. И что самое обидное, его издалека, вот, смотрите, получается сколько раз, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь блоков примерно, и не видно его. Он вообще серенький, и вот с такой, вот с этой стороны его вообще не, вот, смотрите, вообще не видно, да? То есть я буквально заметил, когда вот он повернулся вот этими глазами, краем глаза, смотрю, что-то там промелькнуло, потом подбегаю, а это, оказывается, слезнячок, ребята, это просто красопета. Таймится он мясом, таймится с рук. Господи, круто, заполним сегодня, значит, резервуар. Это просто потрясающе. Конечно, штучки две, три бы, чем больше, тем лучше. Хотя не знаю, сколько вообще может в резервуар влезть этих дружков. И что удивительно, смотрите, данж находится на территории пустыни. То есть вот здесь вот мы переходим, это пустыня, на ней как раз-таки жарко. И он прям полностью находится на пустыне. Может быть, это данж, который в пустыне спавнится? Если кто-то знает, то напишите в комментариях, потому что, ну, это интересно просто-напросто. Потому что он полностью-полностью находится... А, нет, нет, вру. Нет, значит, он мог... Нет, вот здесь вот еще болото, значит, он мог здесь просто появиться и немножко зацепить пустыню. Но так как внутри не скорпионы или еще какие-то животные, которые относятся к пустыне, а относятся животные к болотам, то, мне кажется, все-таки, значит, они именно в болоте появились. Еще раз проверяем. Да, скорее всего, мне кажется, именно болотные. Это подземный болотный данж. Сидел я, значит, ждал, ждал, когда же настанет подходящее время суток. Надоело ждать, потому что, смотрите, я нахожусь в болоте, перехожу в пустыню, ветер. Перехожу в болото, солнце. Ну, вы поняли, короче. Поэтому давайте продолжим. Я взял с собой грибы света, грибочки света, да, ребят, грибочки света я взял. Для чего, вы спросите? Ну, и для того, чтобы... Ну, короче, они у нас будут лечить. Немножечко, медленно, но будут лечить. Ох, там сколько их, а? Будем сейчас валить их просто. Давай. Давай. Как он попал? Как он по мне попал? Черт. Я его вроде жеру. Нет, не хочу умирать. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Черт. Когда у тебя что-то не получается, просто бери с собой раптора. Вот и все. Самый простой вариант. Так, давайте быстренько заберем свой лут. Надоело. Так, надоело умирать. Господи, еще жара это. Я понимаю бы, если я умирал только от динозавров. Хотя, наверное, я и умираю только от динозавров. Просто не хочу признавать этот факт. Нифига, здесь скрипион. Откуда вы здесь скрипион-то? Скрипион-то откуда вы? Черт. Вот это нежданчик. Вот это неожиданно. Вот это как раз-таки может быть представителем пустыни. Скрипиончика я вообще не ожидал. На улице там снаружи что-то происходит страшное. Так, а скорпиончик-то чего? Чего? Чего это он? Ну-ка, давайте пассивно. Так, он на нейтральном стоит. Так, ну-ка. Скорпиончик, ты-то откуда взялся, а? Родненький ты мой. Четвертого левела? Ну ладно, это не серьезно, конечно. Четвертый левел это мы и так сожрем. Но все равно, ребятки, неожиданно. Ну давай, давай. Раптор, ты серьезно? Ты серьезно? Че я там говорил, ребят? Раптора нужно брать? Это просто полный фейл вообще. Это невероятнейший полный фейл, ребят. Ладно, как-нибудь постараемся теперь. Не знаю, не знаю каким образом, но как-то будем сейчас воевать. Потому что, потому что что-то жестко. Я в самом начале сказал, что это легкий данж. Я возвращаю свои слова, извиняюсь, что вас обманул. Это сложный данж. На самом деле нет, он легкий, если тут застраиваться и все такое. Ну как бы проходить застройкой. Но все равно, ребят, жесть какая-то просто. Странная винтовка. То она убивает некоторых животных с одного выстрела. То она вот не может кого-то убить. Это на самом деле очень странно для меня. Потому что я птиц убивал с первого выстрела, там, 20-го левела, что ли, в голову. О, наконец-таки я кого-то убил. Это сейчас полечится, зараза мелкая. А нет, мне нужно вот так вот встать, чтобы наносить урон хотя бы какой-нибудь. Жестко, жестко. Ну ладно, на то это... На то это и данжик на тебе в хвост. В хвост и в гриву. Жалко, здесь освещения нету. Я попал вон в стенку. Так бы можно было и без освещения на голове, а просто со шлемом. Шлем бы выручил. Вот это я вообще типа в шоке. Ну ладно, раптора потерял. Это не страшно, раптора восстановить не сложно. Это не такие животные, которые... Которых жалко терять, да, или что-то в этом роде. Есть сундучок, отлично. Пипец. Железные перчатки. Ну о чем я вам и говорю. На мой взгляд, данжик не такой сильный. Как бы я столько раз не умирал. Я умираю только из того, что... Просто плохо подготавливаюсь. Так, давайте парочку грибочков съедим, потому что я начинаю гореть. Гореть своей стальной брони. Так, еще один сундучок. Грибочки едим, чтобы восстанавливать жизни. Ничего такого, но все равно. Так, а здесь можно поспать? Нет, нельзя. Прям какой-то, не знаю, бункер что ли. Может быть реально это бункер чей-нибудь. Хотели спастись от ядерной войны. Так и назову. Бункер против... В защиту от ядерной войны, наверное, да? Продолжаем драться. Так, это откуда вы плюнули? Продолжаем драться. Извиняюсь, отвлекли. Убил одного динозаврика, выпал медный меч. Нормальный дроп, чисто вообще считаю прям отличный. 60 уровня Скорпион. Изи, просто изи. 60 уровня Скорпион. Я сделал так, потому что я чувствуется, замучаюсь здесь драться. Надо было дробовик брать. Эх. Ну кто же знал, что тут прям вот так вот по жесткому-то. Вот кто знал? Я лично... Мне все кажется, как будто у меня со спиной сейчас будут в меня кто-нибудь тыкать чем-нибудь. Наконец-таки жара спала, ребят, прям. Да надо... А, это наверное Скорпион меня и стреляет, нет? Фу, слава богу, хотя бы жара спала, потому что... Совсем уж херовенько. Перегрелся, бедненький. Бедненький страдалец. Притом они стреляют с какой-то непонятной стороны, то есть вроде бы... Хотя, нет, это скорее всего Скорпион стреляет, все. А, это императорские, ну да, 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 императорские Скорпионы, они же стреляют и ядом. Ближе подходить боюсь. Копье не взял. Так что, ребят, как-то так. 60... О, наконец-таки, надо быстрей. Надо вот так вот сразу сделать. Че нам дает Скорпион? Неплохо. Очень неплохо, кстати. Данджик такой, я не знаю. Сами, ребят, давайте, сами определяйте тогда его сложность, потому что сейчас я уже наболтал лишнего. И понятно, что я уже не разобрался в данже как следует. Но мне показалось, что вот эти существа раньше... Они... Такое чувство, что вот они вот, видите, развалены припиской, и они, мне кажется, пожестче стали. Да, вот они прям кушают прям хорошо у меня так. Жизни это не обычные дилофозавры. Это дилофозавры именно подземелья, и поэтому... В этом, я так и понимаю, и состоит проблема их. Нет, у них-то проблем нет точно. Для меня состоит. Так. Нет, я не знаю, честно, чего ожидать, потому что мало... Ох ты. Такое чувство, что это... Это очередной выход, да, похоже, да? Да, похоже на то. То есть, вот еще один вход в данжик, похоже, да? Это что ли какое-то подземелье, или пирамиды, или... Ну, бункер, это по-любому бункер. Кто-то его построил, пытался спастись, не знаю, от... Нашествия инопланетян, может быть. Так. Смотрите, там внизу что-то тоже страшное. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Железные костяные... Костяные штаны. 8,3 броня. 8,1 броня. Господи. Я... Я не буду, наверное, я вот так вот их выкину, да, чтобы... Переспавнить... Дроп. Ну, это удивительно. Так, давайте что-то выкинуть нужно, потому что... Слишком много всего. Давайте мясо выкинем, потому что, ну, блин, в таком количестве мне его не нужно. А, у нас есть бочки, вот эти ящички, которые занимают очень много... Не место, а весят они очень много. Так, вот здесь какие-то входы, выходы, пере... Так, это, похоже, еще очередная комнатка. Вот так вот делаем и убегаем, ребят. Убегаем, потому что... Вот, вы видели? Он через стенку пуляется. Так нечестно. Он через стенку пуляется. Офигеть. Отлично просто. Похоже, во всех этих данжиках... Дается серебро и вот такие вот подобные предметы. Потому что, помните, мы в предыдущей серии в данжик заходили, там вот точно-точно то же самое дается. Офигеть, конечно. Ну, я офигеваю настолько, сколько я здесь раз сдох. И как же я несерьезно подошел к исследованию этого помещения, потому что сразу меня игра такая сразу наказала за это. Прямо моментально. Мансим, 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 мансим. Отлично. Так, это сразу собираем, чтобы никому не досталось, потому что они едят трупы, ну, точнее, едят мясо, чтобы восстановить энергию. Точнее, жизни. Пожалуйста, железные перчатки, 9,6 броня. Синие. Господи. Ну, вот он через стенку опять выстрелил. Да за что ты так стреляешь-то через стеночку? Ладно, сейчас пройдет, и мы попробуем его грохнуть. Где он там? Беспалевно так из-за угла стоит такой, типа, главное не палиться. На тебе. Еще какой-то дроп у нас присутствует. Ну, медная кирка, это не серьезно. Медная кирка, это отлично. Скорпион четвертого уровня. Скорпион развален. Это данжевый скорпион, при этом при всем... Вот, смотрите, наводим на него неприручаемое. Угу. То есть, таких нельзя приручить. Жалко. Он по-любому сильнее, но из-за этого как раз-таки, наверное, его и нельзя приручить, потому что это огромные преимущества, да? Но, с другой стороны, вы же как бы смогли. Почему нет? Тейек. Очередные. Главное, что патронов бы еще хватило. Вот этот быстрее разложился, на мой взгляд. Так, не знаю, забирать, забирать. Что у него тут? Хитин. Так, 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 а что музыка такая? А, там, наверное, у меня грифончик. О-о-о. Световые пушки. Возьмем. Что нет-то? Да, у меня, скорее всего, там грифончик балуется, жрет, наверное, кого-нибудь. Наверху-то не очень страшно. Так, посмотрим, что еще тут есть. Ой, здравствуйте. Опа, отлично. Увернулся. На тебе, прям в башку. Отлично. Все-таки здесь есть, похоже, смотря куда вы стреляете, столько урона и наносится. То есть, если в голову, то побольше, да? И так, здесь понятно. Давайте вот так вот поставим. Оп. Так, есть у нас еще наверх, можно вниз. Как-то данжик так расположен, да? Непонятно вообще. О-о-о, тут еще надо будет сейчас попасть в него. Отлично. Я стреляю прям вообще шикарно. Так, понятно. Тогда мы делаем вот так вот. Да? Он так же не может пройти, но мы в него точно будем попадать вроде бы. Сейчас еще раз проверим. Да, попадаем. Отлично. Ну, такое чувство, что ему вообще по барабану. Ну-ка, у меня еще и есть и стрелы. Что интересно, быстрее стрелами или винтовочкой? Наверное, все-таки они еще перезаряжаются так оба долго, да? То есть пытался в настройках включить, чтобы показывался урон, к сожалению, ничего такого не нашел. В настройках одиночной игры не забывайте. Что? Ох, нифига себе. Яйцо... Яйцо... Так. Яйцо императорского скорпиона развалено, ребят. Яйцо Во-во-во-во, она что, стреляется в меня? Да ладно? Элитный Оник Неприручаемое. Давайте Грибочков Тринадцатого левела. Так, а стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, оно какое... Нормальное, нормальное. То есть какой-то он еще здоровый, господи. Есть кровушка, стечет? Нет, не течет. Странно. Во-во-во, потекла, потекла. Тринадцатого уровня. Это нифига, он жирный. Сейчас посмотрим, сколько придется у него снарядов-то выпустить. Надо будет, знаете, на винтовочку поставить магические патроны. Посмотреть, как они там крафтятся и из чего. И, возможно, ем грибочки сразу, одновременно. Грибы света, которые восполняют чуть-чуть жизни, они не нужны вообще для эликсиров. Но так как у меня больше нету никаких вариантов других, приходится просто грибы жрать сырые. Ой, как много патронов. Я в тебя, похоже, израсходую, потому что ты что-то прям жирный птиц. Мужской еще. Есть, есть, готов. Надеюсь, с тебя еще какой-нибудь дроб... О, отлично. Ну-ка. Тут мясо. А вот здесь что у нас? Ну? Ммм, стекло. Вот это награда. Когда ты в крови такой стоишь, у тебя раны, ты истекаешь кровью. Ну, наконец-таки. Наконец-таки я победил этого злейшего врага всего человечества. И я получу с него награду. Стекло. Финальный сундучок этого данжика. И здесь средиземноморский ящик для хранения, ребята. Световая пушка и 24 сертификата приватов. Ух ты. Утоляет голод, восстанавливает выносливость. Стоп. Получается, что? По сути, употребляемый ресурс. По сути, по логике, я могу вырастить императорского дракона? Как вы думаете, это возможно? Ребят, если вы шарите в этой теме, я ни разу не выращивал динозавров, но если вы знаете в этом толк, понимаете сути все такое, то так, стоп, стоп, то напишите, пожалуйста, можно ли вырастить императорского скорпиона? Да что ты будешь делать-то? это будет очень интересно, хотя здесь я не видел никакого инкубатора или еще что-нибудь такое, ну знаете, типа, что, опа, жара началась, отлично, здравствуйте, приехали. Зачем? А, вот сундучок, отлично, ну здесь просто дроп, к сожалению, ничего такого интересного нет, но главный сундук, главную комнату я, похоже, уже собрал, здесь остаются какие-то второстепенные комнатки, которые придется просто подзачистить. ну-ка, давай-ка, ты должна сдохнуть сейчас вот прям, да, отлично, получил новый левел, 64, что очень даже хорошо, дополнительные левелы никогда не помешают, медный шлем, ну медный, ладно, это медный всего лишь, так и здесь, а, здесь, похоже, еще один выход или вход в подземелье, при том, что он выходит на нижние ярусы пещеры, посмотрите, забавно, то есть, вон там, вон, наверху, как бы, мой грифон, да, а здесь уже нижний ярус, несколько входов, видно, что несколько входов присутствует у этого подземелья, это хорошо, так, вот здесь это я прошел, а вот здесь наверх я, по-моему, не ходил, хотя нет, я здесь был, ну что ж, по-моему, все, по-моему, зачистил, ой, здравствуйте, во-во-во, вот это сейчас, отлично, отличная комната, с друзьяшками, динозаврышками, ладно, давайте по-другому, оп, 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 они еще все стреляют через блоки, это не честно, опа, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е, это хорошо, так, грибочки, надо не забывать, жрать грибочки, ребят, да я так постоянно в этой они в 3 в 3 жила меня там австритой я не знаю куда ребят идти как он выбрался не хочу умирать черт а вот это уже очень плохо потому что я не знаю на чем добраться сюда уф ребят вернулся пешочком добежал у меня такое ощущение что здесь динозавры начали респауниться потому что уже вот я сейчас подрался с одним забил его слава богу мечом не знаю опять же не знаю стоит ли этот данж для прохождения довольно таки тяжелый кстати даже прям и тяжелый из того что вот эти динозавры они плюются вот вы видели да если их три они плюются через стенки и просто убивают вас на раз-два ладно это все понятно фух давайте знаете мне последний момент который хочется посмотреть это это то что можно ли ну точнее не можно ли а как у нас получится сейчас засунуть слезняка в вот в эту его ванну что ли ли как бы это назвать блин тут еще как-то надо будет их искать ты именно визуально ты их не увидишь издалека ну ладно фух что-то я запарился с этим данжиком прям серьезно запарился потому что он какой-то тяжелый получился кое-как добрался домой но в плане того что просто уже устал как-то это был тяжелый день так используя теперь мы поймать не тянут вот и он внутри томить сразу какие-то там звуки начали появляться так а что ему нужно для производства топлива какое мясо не тухлое мясо нет кожу нет давайте гадать кстати рецептик рецептик это круто конечно сейчас посмотрим о я его изучил серьезно теперь у нас смотрите у нас вот здесь вот появился вот видите изученный этот ящик это ящик на 50 слотов хранения так что я его его не буду делать но он просто красивый симпатичненький жалко что мало рецепта удается так а что тебе в тебя загрузить то oil slime charcoal как я говорю нет стоп сейчас чаще чаще ребятки чаще 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 все да смотрите произвести нефть а он именно нефть производит ну честно говоря ну а хотя да не же нефтяные смайлы ну не знаю у меня вроде бы уже нет проблем с с добычей нефти лучше бы они соединение делали и какие-то материалы это было бы еще круче на этом я буду заканчивать этот данжик был потный и очень вонючий всем всего удачи и пока